Вот мы все пред тобой, Господи! Их призыв и суров и прост, Мы, играющие словами, Долетающие до звезд, Избегающие ошибок, Затевающие бои, Мы от первых детских улыбок До последних грехов твоих. Итак, добрый день, или даже уже ближе к вечеру, дорогие друзья! Сегодня у нас снова прямой эфир, и в этом прямом эфире вот слышен пение птиц, и мне прямо сразу захотелось процитировать, если ты слышишь пение птиц и плеск воды, знай, что ты стоишь у заветной черты, это зов наших предков. И вот сегодня у нас передача будет называться «Родные истоки», и у нас в гостях Тулаев Павел Владимирович, историк, с которым я познакомилась у своего старого друга-художника Виктора Пруса. Вот на моем дне рождения Павел Владимирович пришел в гости и подарил мне книгу, которая называется вот таким вот образом «Родные боги». И я совершенно точно посмотрела эту книгу, совершенно прекрасные в ней картинки. Павел Владимирович, такие красивые люди. Я поняла, что это наши предки, так? Вот эти родные боги, так называют, это наши прародители, ну, наши дальние-дальние предки, так ведь? Дорогая Мария, я прежде всего хочу поблагодарить вас за любезное приглашение в студию, в ваше телевидение, поприветствовать наших зрителей в прямом эфире и ответить на ваш вопрос. Да, действительно, можно сказать в широком смысле, что древние боги, самые древние боги, это наши предки. Вообще-то, боги – это представление людей об основах бытия. Ну, это же наши предки. Да, и, конечно, наши давние предки воспринимали их в виде людей, то есть антропоморфно. Ну, Венера – знаменитая богиня, богиня красоты, она изображалась в виде прекрасной женщины. Славянская лада, с двумя детьми, с мальчиком, с девочкой. Перун – зерц. Это кто? Громовержец? А как он изображался? Сваживая в руке в виде грома и молнии. Ну, а Аполлон – красавец. Красавец-мужчина, да? А изначально Аполлон – бог гармонии, красоты и гармонии. Поэтому можно так сказать, что родные боги – это не только боги наших предков, но это наши давние корни. Прородители. Прородители, да. Вот смотрите, я как это поняла? Когда я однажды попала в Киеве в Лавру и увидела вот мощь Ильи Муромца, реальный, то есть я читала о нем, что он так много мог, вот он такой богатырь, и вдруг я выясняю, что это реальный человек. Соответственно, приходит в голову, что на земле когда-то жили наши прародители. И вот они были такие сильные, мощные, красивые, что мы называем их богами. И у меня возникает естественный вопрос. Что же с нами случилось-то? Почему мы все это потеряли, эту красоту? Почему мы превратились сегодня в то, что мы превратились? Как Вы считаете, Ваше мнение на эту тему? Вы задали очень мудрый и очень сложный вопрос. Потому что многие спрашивают, почему происходит деградация его рождения? Хотя, казалось бы, все условия для хорошей жизни. И вот как раз мета-история, то есть широкий взгляд на прошлое, дает нам следующее знание, что давняя-давняя эпоха, древнейшая, можно сказать, допотопная, это эпоха богов. Вот, после потопа боги уже стали сходить на второй план, вышли женских богов, богини заменили боги, и появились герои. Героическая эпоха. То есть меньше. Да, это уже меньше. Геракл появился, Эней и другие, Ванимай, Нуфинов. У нас появились богатыри. Но богатыри, это уже средневековье. Конечно, у нас были давние богатыри, вот Садко, например, очень давний герой. Он спускается на дно морское, это признаки глубокой, еще античной мифологии. А вот эти амурамицы, о которых вы упоминали, это уже средние века. Так вот, богатыри, очень мощные, во много раз более сильные, чем люди, они обладали качествами, иногда подобными богам. И некоторых богов, некоторых героев, боги же принимали на Олимп. То есть поэтому они назывались полубоги. Их они были полубоги. Да, полубоги. То есть половину они уже чего-то потеряли. Они потеряли, но они... Видимо, женскую половину. Насчет женской половины, я думаю, мы отдельно обсудим. Эта тема очень интересная. Вот. И, конечно, уже эпоха... Помните у Лермонтова? Да, были люди в наше время, не то, что нынешнее племя. Богатыри не вы. Не вы. Вот. Потому что, вот мы читаем даже книги о 19 веке, и восхищаемся величием, славой, бесстрашиваем, да, героем. Честью внутренней, глубокой, достоинством. Да. Да, неким. Да. То есть... И вот мне кажется, что здесь не только политика виновата. Политика, конечно, она людей уравнивает, вот делает винтиками или просто чиновниками, бюрократами, но и техника. Техника дает человеку все, и он ничего не хочет делать. И отбирает все. Отбирает все. Дает все, и все отбирает. Все отбирает. Сейчас вот, ну, например, давайте возьмем такой момент. Ведь раньше вот Гомер, да, слепой был, сказитель, он же на память цитировал все. Да. А наши вот сказительницы, там, Кривополеновы и другие, они же на памяти эти былини цитировали. Десятки, может быть, даже сотни они знали этих сказок и былин. А сейчас попросите кого-нибудь прочитать стихотворение. Ну, 10 строчек от силы, прочитают. Вот, а другая проблема, интернет. Люди нас учили грамотно писать. Вот у вас было чисто писание? Было у вас что-ли? Конечно, еще и перышко. Перышко правильно держать, да? Да, да. Вот, а сейчас ведь люди не только писать не хотят, они не умеют. В интернете вот этот чат, да, пишут не просто с ошибками, ни точек, ни запятых, ни больших, ни маленьких букв. Это что? Это что, отсутствие образования или отсутствие ума? Мне кажется, что это вот все-таки техника. Это техника. Да, да. И вы знаете, поэтому... И убыстряющийся темп жизни. Да, да. Вот это клиповое мышление, когда все по поверхности, невозможном глубину уйти, чтобы там подумать. Тебя все время толкает, толкает, бегом, 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 потому что техника развивается, и ты должен бежать за ней. Вот. Скажите, смотрите, какая ерунда получается. Мне кажется, что техника должна была бы идти сзади, а человек спереди. А получается, что техника идет впереди, а человек бежит за техника. И не догонит. И не может догнать. И не догонит никогда, потому что возможные техники сейчас даже превосходят. Ну, например, компьютер, конечно, сейчас помню больше, чем человек. Ведь сейчас появились электронные книги, и все хотят все книги иметь. Но иметь-то их можно, а прочитать их возможно? Нет. То есть, прочитать невозможно. Но я сейчас возьму как бы и вспомню... Ну, тысячу книг вы, допустим, купили. Скажите, как вы думаете, могло ли быть такое, что когда-то, возможно, была какая-то информация, которая была изложена, ну, я не знаю, не в форме книг, в форме чего-то. И что человек мог взять это, допустим, приложить к голове. И вот как... И вся информация туда скачалась. Это великая тайна. Вы говорите, вот я читал, что да, в индуизме, вот Блаватский об этом пишет, была такая традиция передачи знания напрямую. От сердца к сердцу через определенную магию. Но для меня это тайна и загадка. Лично для меня. Возможно, такая вот интуитивная передача существовала. Во всяком случае, какого-то внутреннего знания. Вы знаете, если компьютер, а с одного компьютера на другой на раз-два можно скачать всю информацию, то уже извините, почему нельзя скачать человека от человека? Человеку ли от какого-то предмета? Мне кажется, можно. Я думаю, возможно, например, известны случаи, когда человек просыпается, в гипнотическом сне и начинает говорить на другом языке, о котором он не знал. То есть, есть некие тонкие пласты, тонкие слои, волны, которые находятся за нашими пределами, но мы можем настроиться на них. Я так думаю. Вот смотрите, я открываю вашу книгу и читаю «Возвращение богов». А у меня есть песня, в которой заканчиваются последние слова «Боги родителей снова на землю пришли». Вот я даже не знаю, почему я это написала, но оно написалось так. И вы пишете «Возвращение богов». Значит, вот мы и прошли вот этот путь полнейшей деградации. На самом деле, 15 век, это, конечно, битвы, кровь, вот это вот все, вот это и ужас, это невежество, это тьма. И, наконец, с помощью техники мы хоть немножко вышли на какой-то уровень хотя бы гигиены. Прости Господи. И вот вдруг вы пишете «Возвращение богов». Я думаю, что это не случайно? Нет. Что же нам... Да, что же... Как раз, я вот позволю ответить на ваш вопрос, но сначала технически, а потом более философски. Я вот пишу в предисловии о том, что появление сразу созвездия художников вот в этом альбоме... Созвездия. Созвездия. Не один, а вновь. Да, не случайно. Что это не каприз, там, допустим, Андрея Клименко, Бориса Ольшанского или Владимира Пингачева. Это воля, времени, это судьба. И боги возвращаются, потому что пришло их время. Вы знаете, вот было время, когда, да, Христос, нас ради, человек с небес спустился и вочеловечился. То есть прошло вочеловечивание божественного. Христос явился как спаситель. Две тысячи лет. Две тысячи лет назад. А сейчас эпоха, вы представляете, сразу возвращаются сон богов, сон богов. И невозможно это не признать, потому что они существуют во всех эпохах, во всех народах. Большое количество литературы, памятников, культуры. И вы знаете, я думаю, вас как женщины очень заинтересует одна тема, это женские богини. Сейчас в Америке это очень модно. психология женская, да, что в женщинах пробуждаются божественные начала. Не то вот это подражание мужчине, да, жалкое, так сказать, ну, во всяком случае неполноценное, а подражание женщины великим богиням. Вот это, кстати, одно из проявлений великого возвращения богов и богиней. Что вы думаете об этом? Ну, я думаю, что, наверное, интуитивно в каждой женщине где-то там скрыта эта богиня. И вот эта богиня, ну, была скрыта и она должна проявиться. Но вот вопрос, мы только по этим картинкам, по произведениям художников видим, каковы были женщины. И еще мы помним месяц под косой блестит, это Валду звезда горит, да? Прекрасно. Вот эта царевна-лебедь, Прекрасно. Это как его, Василиса Премудра. Прекрасно. То есть совершенно удивительный жар-птиц. Абсолютно правильно, вы владеете сакральным знанием. Очень приятно. Но я могу вам про царевну-лебедь рассказать, если вам интересно. очень интересно. Ну вот смотрите, я вчера встречался с моим другом, итальянцем, Марко Буллони. Он приехал из Италии, чтобы уехать на Соловки. Потому что Соловки это не только монастырь православный, и тем более не отзывки ГУЛАГа, а это древнейший архипелаг еще до Ледникового периода. И представляете себе, там наши археологи появились так называемую до Ледниковую экспедицию. То есть до Ледников. То есть 20 и более тысяч лет до нашей эры. И что вы думаете, они нашли? Изображение лебедей. То есть лебедь присутствовал в наших древних корнях. Не обязательно русских. Тогда не было русской нации. Тогда, может быть, еще финны жили на этой территории. Но сейчас это наши соседние народы. Это Карелия, допустим, для нас. Так вот, они, эти лебеди, изображали мифологию вращения Земли. Помните, Аполлон возвращается на этой колеснице лебединой. И в русских сказках вы абсолютно метко заметили. Царевна-лебедь постоянно возвращается. Это одна из главных наших героинь. То есть лебедь есть символ некой божественной красоты. А возьмите 20 век. Разве у Сальвадора Дали леда, атомика не изображает женщину с лебедями? Тоже самое. То есть, вот это глубокое... Я всегда, знаете, буквально потрясен, когда я сравниваю 20 тысяч лет назад на скальное изображение и 20 век изображение женщины с лебедями. То есть знание не умирает. И вот я так готов буквально о каждом мотиве, о каждом элементе говорить, потому что я же не только составитель, я автор комментариев. Ну вот я вот уже раз уже о женщинах-богинях. Мне кажется, что это были, наверное, высокого роста женщины. А потом, помните, это выступает словно пава. А как речь-то говорит, словно реченька журчит. То есть какая-то особая речь, которая воздействовала на человека особым образом. И походка какая-то особенная, может быть, не такая, как у нас, да, естественно. А вы знаете, что речь, это тоже была богиня. Даже Сара-свати, Сара-свати, Сара-свати. Да, это царица, значит. Сара, это значит царица на древнем. А, цара-сара, понятно. Да, цара-царица. Индуист, это богиня мудрости в Индии. Так называлась река. То есть река мудрости, она шла с небес. И одно и то же имя имеет река божественная и богиня мудрости. И рита, рита, это вот словение, богиня тоже речи. Поэтому вы попали в абсолютную точку. Речь, это женское слово, женское имя, это значит богиня речи. Моя любимая Афина, вот если вам интересно расскажу, я же издатель журнала Атеней, в честь богиня мудрости. Она была сама олицетворением мудрости, которое в поздние века уже христианские стали называть Софией. То есть, куда ни кень, женщина воплощала в величайшие вершины божественной мудрости. В то время. И вот я сейчас подумала, Сара, царица, да? Да. Что-то в этом такое, и оттуда еврейская Сара произошла. Безусловно, еврейское слово произошло от более древней, возможно, шумерского или индуистского. Шумерского. Я думаю, скорее, шумерского. А потом этот корень, он общий индоевропейский. И потом, если женщина владела некой речью, это была необычная речь, там, блоками, как сейчас на случай, та речь, которая, как мысль, наверное, стекала с небес, как река мысли, да? Или это, и протекала через него, и уже через язык выражалась уже вот какими-то словами, которые не просто несли какое-то, а вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Наверное, вот что-то с этим как-то связано. Ну вот, я думаю, что и мужчины, и женщины в древности обладали даром запоминания. Потому что в индуизме, допустим, брахманы были, риты, они хранили мудрость. А вот в славянских странах женщины обладали вникальной памятью, они хранили, были иные сказания, пересказывали. То есть, они были носительницы? Да, носительницы. Мужчина, может быть, более логично мыслил, хотя, вот Баян, например, на гуслях, который играл, он тоже. То есть, видимо, такого разделения жесткого не было, но я подчеркиваю, что и женщины тоже. Вот это очень важно. Что женщина не была домохозяйкой. Что она на кухне там только резала, допустим, что-то, и детей нянчила. Она передавала древние исконные знания. Вестой была, говорят, Вестой. Прекрасно. Не невестой, как потом, а вот Вестой. Ну пусть и Вестой, и невестой дружат. Я за это. Ну я за то, чтобы и не Вестой. У нас есть приятельница, которая имеет имя Веста, она составила древний русский алфавит, интереснейшую книгу написала, и у нее на фейсбуке, значит, ее аватара такой, она сидит в окошке и рассказывает сказки, как, знаете, сказочница, сказительница, и она умница. Другая у нас такая есть писательница, Арина Веста. Кстати, книжки очень популярны, можно их купить почти везде. Тоже она себя видит, она говорит, бабушка в Сия-Руси. То есть ей приятно, что она не только заботится о своих детках, но и, как вот и вы тоже, о детях России и всего мира. Планеты Земля. Наши планеты Земля. Значит, вот я сейчас открыла здесь какой-то вот рисунок и написано, древо всемирья. Вот слово всемирья, это весь мир, то есть получается, это планета, да? Больше того. Больше, 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 больше. Древо мира, древо мира, Арбор Мунди, это мировое древо, его корни уходят в бездну, в прошлого, а ветви уходят в небеса, западе. То есть правь на авиаде. Правь на авиаде. И мы находимся в центре, в центре, в мидельгард, в центре находимся. Мидельгард. Да, где сидит, мишка как бы косолапый, он идет по дереву, вверх, ползет туда, на небо, на полярную медведицу, а змей, как бы корни вот эти обнимает. Вот это Арбор Мунди. А что значит змей? Ну, змей, это давние, давние, какие-то древние и природные элементы, и знания в то же время. Вот Велес, его символ тоже был змей. Он покоился в корнях мирового древа. Ведь это же образ. Кстати, я хочу сказать, что древо было изображением у очень многих народов и у шумеров. То есть у нас, у славян, сто процентов. У скандинавов, да, у шумеров да. И даже знаменитый синисвечник называется. Это тоже мировое древо. То есть, понимаете, мы разделяем народы, а народы используют все лучшее. Вот, я обращаю ваше внимание, что на мировое древо... Покажите это древо, да? Это великолепный наш волк Велеслав, Илья Черкасов, он пишет образы, можно сказать, иконы, здесь умозрения. Покажите. Покажите, здесь большая медицина. Вы правильно. Вот смотрите, самое главное. Значит, древо, оно имеет вертикальную структуру. Оно делит мир, да, на некую возвращающуюся сущность и на ось. Вот это ось мира. Значит, корни уходят в бездну прошлого. Это не земля, это вообще некое мыслимое прошлое. А вертикаль уходит вверх, вообще за пределы земли, но проходит через полярную медведицу. Вы, знаете, владеете сакральным знанием. И вот эта полярная медведица, полярная звезда, она всегда находилась в зените. И на нее ориентировались, ей поклонялись. Ну, говорят, джеки Бербаеи сошлись с медведиц. И еще есть такие, где-то вот, строчки один, поэт, написал «Мы сыновья большой медведицы, пылинки слез, которых свет небесных глаз. Мы сыновья большой медведицы, и память звезд нам возвращается». Получаясь. Короче, новость. Браво, браво. Астрелитель наш поэт Вячеслав Иванов написал цикл «Корни и кроны». Красиво звучит. «Корни и кроны». То есть мы находимся посреди мира. Вот мы сейчас с вами находимся в самом центре мира. Но корни наши глубокие, недалекие. И в то же время наш взгляд обращен в будущее, вверх. Но не просто в сторону. Мы же не туда смотрим, а мы смотрим вверх. По оси мира вверх. Вот это восхождение по мировым древним, это и есть путь волхва. А можно вам вопрос паравокационный? Да, давайте. Вот если вы пишете такие книги, вот можно еще вторую? Да, это я для примера привез. Истоки Руси, ну, и славянство, истоки. Скажите, откуда вы берете знания? Я знания черпаю у мудрецов. Слава Богу, я не первый. Вот до нас были великие умы. Ну, во-первых, нас тоже в школе учили, и не худшие у нас были учителя. Мы учились и классики, правда, русской литературы. Один Пушкин ничего стоит. Я же прочитал и русскую классику, и Достоевского, и Толстого. То есть это, наверное, начиналось всеми великими людьми, да? Нет, потом все-таки учитель Алексей Федорович Лосев, наш величайший специалист по античности, которого я боготворил, и все его труды штудировал, изучал, даже создал кружок такой лосевский. А потом уже, когда я уже стал мужем-ученым, и степя, степенился, вы знаете, что я понял? Что я европеист, я знаю четыре профессиональных иностранных языка, западных, и славянские три-четыре языка я владею. Так вот, знаете, что я узнал, Мария? Что мы изучаем, допустим, испанский, английский, французский, ездим там, я в Америке там всем работал, в Испании. А славянство мы не знаем, наше славянство. А вот сейчас пообщаемся с людьми, вот если рядом и украинцы, и белорусы, и даже разделите надо трудно людей, где у него украинское начинается, где русское. Так вот, Русь наша, Русь, она была на территории Восточной Европы. Вот взять Непертавриду, Скифию, возьмите сейчас вот Балтийские страны, там очень много русских корней. И вот я исследую творчество Юрия Ивановича Венелина, послушайте, кто он? Основатель исторической школы российского славяноведения. И один из первых славяноведов России. Выдающийся ученый. Вообще, я вам хочу сказать одно такое, маленький секрет. Знаете, общаться с гениями очень приятно. Я предпочитаю вот читать немного и общаться с гениями. Это очень позитивно, энергично. Очень хорошо. Да, а на дураков тратить время не надо. Не надо. Нет, не оспадываться. Скажите, вот я открыла книжечку, так неожиданно на одном месте. А здесь вот такие вот глаголицы, наверное. Это глаголицы или что-то такое? Это, да, это вариант глаголицы, длинного шрифта. Я хочу вам сказать, что сейчас как раз я по итогам поездки в Болгарию, об этом, если хотите, буквально два слова скажу, пишу очерк. древние славянские письмена, которые были не изобретены, а составлены, да, Кириллом и Мефодием, можно я, может быть, послушать? Они позже составлены. Они были составлены, да, вот они были составлены в 863 году. Это вот... Да, это образцы. Сначала была глаголица. Это очень важно. Не кириллица. Но потом у нее была очень сложная судьба, у глаголица, в частности, папа римский Анафельшеву. Запрещали эти книги. Да, 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 и запрещали. И, кстати, этот Кирилл, он же погиб в времени, не излился, как-то обстоятельства. А брат его продолжил, Мефодий, и у него были ученики, Климент Хрильский. И вот они ввели то, что мы называем кириллицей. Так вот, кириллица это не абсолютно новый шрифт. Это не глаголица. Нет, нет, глаголица была совершенно изобретением, ну, тоже использовал армейский, использовал армянский, готский шрифт, но это было нечто новое, что шокировало католиков, да. А кириллица это на 60-70% уставное письмо греческое, куда были добавлены несколько букв наших славянских. Знаете, каких? Ж, сейчас я скажу моя любимая буква Ж, Ш, Щ, твердый знак, мягкий знак. Их не было у греков, да, а изображать их, то еще немцы сейчас пишут, Ш, С, Ч, Ч, А поляки, чтобы польскую букву записать, нужно 3-4 согласных. А что такое буква Ж? Да, что такое? Какое удовольствие на нее смотреть? Не знаю, найду ли я ее здесь, если я найду, я пока буду говорить. Буква Ж изображает жизнь, жизнь, Ж его, вот, потому что она изображает наше любимое мировое древо, давайте посмотрим. Вот оно, мировое древо, но оно прорастает, конечно, вот она корнями, это женщина, смотрите, женщина, жизнь, Бруно, живете, да, и она прорастает корнями и вниз, и вверх, и вот одной буквой мы выражаем, сколько, она иероглиф, и какой прекрасный звук, правда? Ж, как пчелка, Ж, 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 это богиня весны, представляете, кстати, кукушка была символом богини Ж, и вдруг вам предлагают записать вот эту красоту, тремя римские слова, согласны, не черт знает что, извините. Черт его знает. Вот, конечно, любой алфабет имеет свой достоинственный недостаток. Вы знаете, вы меня сейчас прямо взволновали очень сильно, потому что я сейчас вот посмотрел, ой, если нет живых, то нет жизни. Совершенно верно. Вот, и получается, что, то есть, вот этот католический, как он называется, Ж, живете, называется, этот католик, кто там, латинский, латинец. Пытался убрать из глаголицы, переделав кириллицу, там, допустим, условно говоря, вот все то, что живое, что создает движение жизни, что создает материю живую, светящуюся. А я вам сейчас еще одно секрет скажу. Вы знаете, у немцев в Третьем Рейхе был не модный рун, но поскольку это был новодел, и они влеклись немножко своим превосходством, они руну Альгес, жизнь, сделали без корней. И вот они хоронили, допустим, офицера СС, и, значит, руна Альгес, то есть палочкой две палочки вверх. А корешков-то нет. А это не случайно. Потому что воскрешение-то без корешков не может быть. Поэтому нельзя разделять верх и низ. И это, на самом деле, обратилось в трагедию того же самого германского народа. Ошибочка была методологическая. Они вычеркивали славянство, вычеркивали Венетов. А зачем вычеркивать? Итак, сейчас я просто вот должна высказать, у меня прямо льется, да? Значит, получается такая вещь, что вот эти самые корни, так называемые, без них невозможно воскрешение, но по какой-то неведомой причине, может, не понимая, может, понимая что-то, ряд народностей, выбрасывала свои корни. То есть они хотели таким образом показать, что они не от нас, не от Арии, так называемых, не от нас. Что Арии это они. То есть весь смысл в том, что народы... Вычеркивали, и проиграли результаты. Да, и таким образом проиграли, потому что они убрали тех богов, от которых началась вся планета Земля и вся жизнь. Да. Вот насчет Арии, позвольте, я сделаю вам интересное, значит, такое вот дополнение. Ведь дело в том, что изначальное понятие Арии очень благородное и правильное. Ории это же землепашица, а Арии это вообще благородный человек. Умный, смелый, благородный. И в Индии, и в Иране, и, видимо, на юге России. Это было понятие распространено. Но когда его политизировали под партию или под что-то еще, и, конечно, еще переделали историю, тогда и появилось вот это вот политическое искажение. А вообще Арии это значит благородное, это значит благородное. Да. Если, допустим, вот брать знаки, которые живые и работают, наверное, вот этим истоком, рун наших, ну, наших богов, и подписывать их под то время, которое не соответствует этому, они могут наоборот сработать. Ну, очень мудрый вопрос, очень мудрый вопрос. Могут сработать или не сработать вообще? Или вообще не сработать. Ну, вы знаете, допустим, берут руну тюр. Тюр это вот как раз ведущая вверх. Ось мира, да, направленная вверх. И пишут ей алфавит, допустим, тур. Тур. Да. Пишут теур. То есть просто слово. То есть они используют руну как букву. Она теряет свой смысл. То есть если вы будете писать рунами как буквами, они теряют свой сакральный знание. Поэтому руна это не графичное, это не морфологическое, господи, не фонетическое письмо. Вот. Они имеют смысл. Скорее нужно одну букву как бы воспринять, как, знаете, на платках вышивают женщин. Допустим, свое имя. Допустим, вы, допустим, Мария, да? Именно, титул. Нет, даже больше того. Вот вы Мария, у вас такое прекрасное имя, божественное имя. Это и Богородица Мария и так далее. Вот вы букву М, да, вышли, в ней уже такой смысл в этой букве, что он выходит за пределы человеческих, как бы, представлений. А если вы будете только использовать его как М, мы чаще, как Му-Му-Му, там пошли, зайдем в кафе Му-Му-Му. Ну и что, что Му-Му? Му-Му это не М, это не Мария. Вот поэтому я вот сейчас, допустим, не готов, так же подробно пора комментировать эту букву. Но я думаю, если мы ее изучим, там появится вот как раз вот эта глубина. Ведь не случайно имя Мария было взято. Я думаю, что изначальные культы материнские, матери, они ма-др, му-др и так далее, они вошли, ма-др, они вошли в это знание. Я так думаю. Субтитры создавал DimaTorzok